здравствуйте драгоценные мои друзья чудесная листва чудесная погода хотя для кого-то наверное слишком жарко да вот прекрасный день и сегодня знаете вот такая тема конечно тема тема вечная сумасшедшая которая доводит до состояния тупика знаете ну сегодня занимался ремонтом ступеней ступени в дом деревянные ступени ну я и делал уже 10 лет назад и одна ступеньки вообще сгнила обломилась но другие еще еще держится но я уж решил поменять поменять все купил ступени тоже деревянные деревянные хорошие добротные без покраски вот сегодня я второй раз их покрасил вчера я их пропитал так сказать пропиткой для дерева правда цвет друзья мои цвет не не совсем наверно подходящий да то есть думал что ольха на это такой цвет более темный я люблю темные цвета оказалось такой даже светлый даже чуть розоватый розовые ступени в дом забавно друзья мои но в общем то покрасил покрасил в ольху ольхой розовые да да лепестки роз как усыпают найти дорогу дорогу каким-то знаменитым людям дорога лепестков роз хотя в этом тоже друзья мои есть есть некая противоречие да как может осознанный человек идти по лепесткам роз на цветы которые были сорваны и разрушена для того чтобы вы наслаждались и прошли по ним до чтобы вы испытали чувство важности что вы как бы идете не по какой-то грязной пыльной дороге найдете по ну уже так сказать умершим засыхающим лепесткам цветов прекрасных цветов да вот все в этом мире если посмотреть с разных сторон подчас выглядит очень очень ужасно до со стороны цветов когда кто-то рвет их когда кто-то их срезает и это ужасно да а мы воспринимаем это как вообще замечательно до нарвать букет цветов полевых или купить букет замечательно что же в этом можно ли человека обвинить в том что он пользуется мертвой энергии да нет нельзя ну так ладно друзья мои чего чего уж долго говорить ступени вот сегодня я второй раз покрыл их лаком чтобы уже поставить со всех сторон чтобы поставить их и чтобы они ввели вели в мое жилище к моей двери и так 4 ступени 4 ступени в мой дом и сегодня окрашивая лаком я друзья мои ну там с разных сторон на переворачивать доску перевернул и там не заметил друзья не заметил трех жуков трех маленьких жучков таких долгоносиков и так знаете все делаешь да там созерцает что-то не заметил и мазнул вот этим лаком этих жуков да и тут холод конечно моем сердце я понимаю что все я убил их убил да там этих этих долгоносиков которые маленькие жучки которые на этом дереве пригрелись считали это безопасным местом и тут вдруг какая-то кисточка с ядовитым лаком да они еще были живы потому что но как отмыть долгоносиков от этого липкого липкого лака я вот руки тут оттирал керосином хоть чуть-чуть попало это никто не то это все смерть смерть вот такая неожиданная для этих жучков скажите кто такие жучки а кто такой я кто такие вы в размерах вселенной да вот почему я имею право случайно забрать жизни этих этих существ которые приносят гораздо меньше вреда окружающий пример это чем человек и конечно это заставило меня опять же задуматься над экологичностью существования будда шакимуни на вот он ступал осторожно стараясь не раздавить как он жучка или муравья ступая поэтому по земле в конце концов он даже начал летать то есть он понял что ходить не экологично что нужно парить над землей чтобы не давить ростки чтобы не давить этих жучков да друзья мои видите вот сколько чтобы мы с вами жили чтобы каждый из нас даже хороший человек хороший человек который не желает никому плохому сколько живых существ должно отдать жизнь да то есть за каждым из нас очень много растений животных насекомых те же ступени деревянные в мой дом чтобы сделать из них доски вот эти это были срублены загублены прекрасные деревья чтобы какой-то идиот покрасил их в этот розовый цвет ольхи покрыл лаком и поставил свой дом чтобы они еще там какое-то количество времени 10 лет или меньше или больше носили на это тело на друзья мои думаю тоже построена с дерева прошлом году я красил фундамент цоколь так сказать покрывал краской потому что нужно было обновить и тоже там жили такие пауки такие с длинными ногами с длинными ногами я хорошо начал красить сразу понял что их много они прячутся им почему-то вот на этом на бетоне им приятно вот они там прямо сидят что-то там кучкуются много фундамент длинный поэтому красил я его в такой синий голубоватый цвет светло-синий и перед тем как красить я проходился мягкой кисточкой убирая на убирая прогоняя этих пауков с фундамента а и было много действительно много нет не все получилось потому что прокрасываешь какие-то углы и смотришь там лапки это же тоже понимаешь что все ты убил этого паука экологичность существования на друзья мы думали думаем ли я мы об этом ценим ли мы это скажите по-другому в этом мире нельзя жить но он так устроен да не мы такие жизнь такая создатель создал и в том числе наверно растения животные ну они тоже несут свою карму может быть эти пауки это те же те же души людей хотят с кого скажете нет не может быть мы-то уж мы близки богам а это твари которые тоже пожирают они тоже кого-то жрут они виноваты и только поэтому ты виноват лишь тем что хочется мне кушать сказал и в темный лес ягненка уволок да мир построен так но когда вы становитесь осознанным и вы понимаете ценность существования ценность жизни не просто походя забираете не просто жрете а понимаете что ранее вот вашей вашей котлеты ваши тарелки каши было загублено огромное количество жизни то есть они свой свой потенциал дали вам чтобы вы существовали оцените ли вы это да почему вы ленитесь почему вы позволяете себе ничего не делать не развиваться когда кто-то отдал жизнь за вас до мир так устроен что здесь невозможно жить не забирая чужие души поэтому мы иногда уходим из этого мира в мир бестелесный где ну не во всяком бестелесном мире конечно но где можно отдохнуть от этой череды уничтожения убийств можно отдохнуть действительно расправить вылечить свою душу но когда вы когда вы осознаете да когда боль накрывает вас за этих жуков за этих пауков за эту за эти растения когда вы понимаете и вы цените это самый большой грех не ценить не ценить то что кто-то дарит вам свою жизнь не ценить этого люди которые жили на природе до охотники рыболовы они осознаны до шаманы понимали связь с природой понимали что они вынуждены брать из нее но они благодарили не просто сформально благодарили тех животных жизнь которых они брали они ценили все это вот это и шерсть и и мясо и кости они ценили и использовали все это по максимуму те племена которые переставали а брали все подряд они начинали вырождаться у них приходили беды и войны и они сами погибали не ценить чужую жизнь это означает что вселенная не будет ценить вашу так что экологичность на друзьям и невозможно в этом мире но жить нормально но вы понимаете каждый вас когда осознаешь что вы убийца жестокий убийца который берет 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 и не благодарит вселенную создателя за то что кто-то чтобы вы продвигались не ценит вот этого времени каждую секунду своего времени позволяет себе лениться позволяет себе выбрасывать что-то надкусили и выбросили не знаю друзья мои сложная тема конечно абсолютно не для всех не для всех не для всех конечно дойдем ли мы до состояния будды и будем ли мы летать над этой поверхностью стопами своими не шелохнув ни одного ростка не раздавив ни одну гусеницу на питаться солнечным светом чистой энергией они переработаны не кровью не жизнями в том числе и своих так сказать не сокамерников то не собутыльников а как это но таких же носителей человеческих тел а вот так считается большим грехом наверное пожирать людей но скажите себе честно не пожираете или вы людей не не физически конечно людоедом когда конечно друзья моем среди нас есть и людоеды даже даже друзья мои в нашем сообществе помнится есть такой плачущий людоед который жрет и плачет забавный персонаж забавный персонаж который дан дан мне вселенной наверное чтобы научить его остановить наказать кто знает да забавно вселенная дает нам дает нам нужные уроки хорошо друзья мои наверное вообще не стоит это видео выпускать но эти жуки долгоноси которые уже умерли задохнувшись в этом ядовитом клею влаки зачем они даны мне что можно сделать как переработать как дать намерение свое чтобы их жизнь продолжилась дальше их их души хотя кто-то скажет да нет жуках души нет есть только в человеке но нет не знаете вы не понимаете всего что происходит поэтому живем экологично насколько это возможно я понимаю что это не для всех любая деятельность в этом мире человеческое даже самое благоприятное до строительства чего-то созидание чего-то это все равно не благостное дело а что благостное друзьям и вот что в этой вселенной благостно это работа над энергией развития и медитация в медитации вы во всяком случае в благостной медитации не желаете ничего а созидаете созидаете намерением свои чистое созидание хотя кажется вы ничего не делаете часто ли вы много ли вы времени своего уделяете медитациям и практикам энергетическим минуты часы а сколько во времени уделяете тому чтобы жрать уничтожать да а еще говорите что здесь ферма ну да на ферма и нету здесь праведников все заслуживают того что имеют и вы и я ну наверное эти жуки хотя на самом деле беда бедовая все драгоценные пока счастливо